Короче, я просто офигею с этой ситуацией. Президент наш Зеленский, наветь не пидозры, не подожжево, донос аспект с той ситуацией, что он обладает все еще своим сценическим потенциалом, который может сыграть в этой ситуации теперешней Америка, Украина и Зеленский, как золотая карта этой Америки и Украины естественно. Как он может сыграть этим потенциалом и не воспользоваться этим, ну это было просто нелепо, при нами. Получается, что его вот эти пенджаки, политические кроватки втянули его уже туда, в середину. И свой потенциал сценический Уфин трешки не выкурствовал, не использовал тот талант, который принес ему президентуру в Украине. Ну, и Украина, и United States тоже довольно таки цивилизованная, образованная страна. И тот самый талант он может и сейчас использовать для стыцов, для американцев, чтобы разъяснить им политическую ситуацию в мире, ту, которую не разъяснил Трамп, а только на бла-бла, на реднексовском бла-бла, заработал себе президентуру. Конечно же, с одной стороны Зеленский сейчас как вилки, в пати, придавленный вот этим бескомпромиссным и давленческим прессингом как республиканцев, так и демократов. И все на него давят, как на бога какого-то. То есть, получается, американцы в себе разобраться не могут, а давят на Зеленского, юного, талантливого президента. Короче, вполне сам час доставать уже пыльный, с пыльных шафов проект Голобородько и снова его внедрять в жизнь. Не только потому, что он принес успех в президентуре, а это вполне выгодный проект, чтобы не использовать себя как непосредственного переговорщика и говорить неприятные вещи политикам, тому же Трампу или американскому народу или республиканскому электорату или электорату демократов. А говорить это через фильм, показывать, насколько эти политики имбецильны и тупы, и глухи до реалий. То, что сделали предыдущие президенты, то сейчас они растронжируют это величие, мощь и интеллектуальный, духовный запас American Nation. И уже со стороны Голобородька или еще какого-нибудь персонажа можно уже тогда начинать перформанс. То есть американский президент, которого избрала нация United States of America, давит на дюймовочку Украину, которая ведет войну с ядерным оккупантом путиновской России. Давит на то, чтобы Зеленский начал расследование по сыну Джона Байдена о якобы или не якобы заработку на крови, на войне. И получается Зеленский сейчас в вилке находится. На того же Трампа начата процедура импичмента. Но с другой стороны Сенат и та палата, которая будет рассматривать этот импичмент, она состоит то из республиканцев и с третьей стороны Америка и те же республиканцы и те же демократы не могут себе позволить на то, чтобы Америка вот с этим ускоренным отлучением Трампа от президентуры Америки выглядела как банановая республика или как страна величия которой упала ниже Плинтуса и дошло до Майдана. То есть Майдан это хорошая вещь для очищения, но не для такой марки как Америка. То есть и те, и те партийные лидеры не могут и партии себе до этого дозволить. Но и Трампа терпеть с его выходками сексуальными с путятиной с Путиным заморочками тоже терпеть не в силах уже. Вот у них и происходит вот такая Португалия бредня. И они этим совсем этим всем пришли к пану Зеленскому. Что давай реши нам как суд Господний как всемирная судьба. Реши нашу проблему наш американцев и мы тебе возблагодарим. Трамп говорит, что ну я тебя чем возблагодарю президент Зеленский братела ты меня выручишь чтобы Байдана сместим пляму посадим на демократах и ты меня выручишь а я взамен за то что ты меня этим выручишь оставишь там чуть ли не на второй срок или по крайней мере дожить до первого нормального ухода срока я я перестану сосаться с Путиным и лапать его за интимные места и я дам тебе еще Зеленский пару десятков дживелинов вот представляешь как я тебе помогу братила а демократы кричат что давай скидывайте этого Трампа и мы вам тоже поможем то есть уже будущий Обама из лагеря демократов обещает дает слово Зеленскому что он нигде никогда никогда не будет просить Медведева чтобы он сприял повлиял к приходу на второй срок Обама как просил унижаться вот так вот до такой степени ты понимаешь что он чернокожий да ну извините меня мало того что чернокожий ты президент Америки нафиг а вот так вот дойти до такого до такой ручки чтобы хрень такую плести блин этому миньону Путина что ты если что там за меня голос подайте за бабушку мне же так понравилось там Нобелевские премии херню какую-то человек не пришел еще ну пришел уже к президентуре ничего не успел толкового сделать а его уже Нобелями награждает ну у человека весь мотив на корню убивает хреновы Нобилисты то есть если вот такой фильм сделает и переведет на English президент Зеленский то это будет такой successful супер и тогда наконец-то и Сенатская комиссия по Трампу по импичменту шмампичменту и тому подобное пичменту наконец-то и народ американский United States Nation поймет до какого плинтуса они своим реднексов и с политиками такими же докатились до какого стыда иметь такую ядерную военную мощь величие и приходить как к мировому суде президенту Зеленскому а взамен хрень какую-то обещать что они не будут сосаться с Путиным но ни вооружение ни помощь милитарную военную да ни помощь антикоррупционную они ничего не предлагают что дети или шо это вообще какой-то блин интернат для неполноценных или шо вот вот так как-то хотя бы позорить шутливой может даже форме это очень хороший вариант для президента Зеленского ну и дивлячись на такой ситуацион раптом нагле садованы президент Зеленский может запропоновать американцам Америки нации стать 50 каким-то штатом Украины и быть ихним мировым судьей взамен очень немного просим для начала при президентуре Трампа освободить помочь украинцам освободить свои территории от путинской нечисти оккупантов заразы которая вредит также самой России нормальной России естественно нормальным россиянам которые страдают от режима путятины но который он этот Путин наглючая комаридла зачисляет всех россиян что он это типа Россия они говорят не пошел ты в сраку нахер ты нам нужен ты не Россия Россия это они нормальные россияне а не я это Россия вы там напали на Россию он напал от имени России тому подобное такую хрень то есть Зеленский как мировой судья может одновременно помочь ихней матинке России обрести человеческий облик избавиться от путятины для миллионов нормальных россиян и тем самым еще плюс к тому же разрулить ситуацию политическую в Америке потому что мы как видим уже они уже забыли что они великая Америка они забыли и начинает копошиться ну понятно что Трампа нужно держать потому что он создает угрозу отрицательного морального облика Америки тем своим лапанем путятин и тому подобное и не только но и скидывать его как банановая республика на это тоже Зеленский не должен согласиться то есть Трампушка досиживает как квочка свой термин срок делается great make great america и тому подобное все эти дела то что ему присуще то что он обещал избирателю и потом приходит другой не менее положительный президент Америки и уже тогда освобождается и Крым и Рим и тому подобное и все довольны ну а главное будет доволен тот о ком они пишут на своих купюрах in God we trust это наиголовнейшее как для Америки как для Украины и для других нормальных народов это не не это не Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok